Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, в прессе было много комментариев, но не ваш комментарий. То есть вашего комментария по данному вопросу я, к сожалению, не читал. Истец утверждает, что Александр Витальевич Хряков назвал ее словом «чмо». Это ее позиция. Ее позиция озвучена. Хотелось бы услышать вашу позицию. Называли ли вы кого-то словом «чмо» и какой смысл в это слово вы вкладывали? Все, я понял. Да, ну то есть, вот как бы... Значит, начну с такой части. Во-первых, я не буду скрывать свое неуважение к вам по определению. Не к вам, как к личностям. Вот, например, личность Максима Касьянова мне ничего плохого в жизни не сделает. Ну, мне Александр Витальевич тоже ничего плохого в жизни не делает. Вы милая, симпатичная девушка. Вам были замуж выйти в Советском Союзе в 20 лет, детей рожать и так далее. Я вышла уже. Да, вы уже вышли? Да. Ну, слава богу. Хоть кто-то у нас... А думай это по коленям. ...смотря на любого ради освободы гея и лесбиянкам, все-таки на самом деле живется по-нормальному. Ну, понятно. Поэтому я вам почему с этого начал, потому что я давал где-то часа, наверное, на полтора разъяснение вот этому молодому, подающему надежды, провокатору Мацуке интервью в телефонном режиме под запись для того, чтобы, как он мне говорил, он опишет реально вообще, что там было и кто на ком стоял. В результате, это он понадергал цитат и что-то там преподирал к очередному описанию на этом сайте. По большому счету, ну пусть и так пишет, пусть никак не пишет. Вот я начну с того. Мне все это фиолетово. Что сама его днула. Что вся эта ситуация. Что Радик Свободы. Что Шустер, куда мне намекали. Что все остальные. Я уже сказал Мацуке, понимаете. Я стою на позициях нашей Родины СССР и столицы у них город Москва. И скрывать я от этого никого не собираю. Ваша позиция. Ахалай-махалай, который сейчас происходит, типа независимой Украины и всевозможных гранд мероприятий. Все это временная структура, которая ахнет, я даже не удивлю, что есть очень скоро. Поэтому я и пришел туда, на эту пресс-конференцию, во-первых, по просьбе международных наблюдателей. А я хочу вам напомнить, что недели за три до этого, что делала компания УДАР и этот самый, и сектанты, я мубликовал официальные данные. СПУ, МВД, прокуратура, международные наблюдатели и их. С ними согласились, их приняли. Возражения никто никаких не высказал. Вот так вот. Вначале, то есть и меня пригласили туда прийти. Я уже не говорю о том, что у нас тоже есть интернет-издательный комитет, и я там являюсь законодательным директором. И все основания там быть, как и просто гражданин Украины. На моей пресс-конференции, когда мы высвечили тот же удар, выходил там оргазматор какой-то из этого самого удара, и кричалось, и ты помнишь, я гражданин Украины. Я говорю, пожалуйста, сначала журналист, потом уже гражданин Украины. Потому что тогда у нас был формат прямой пресс-конференции. И естественно, я с журналистом отдавал приоритет. И мы с вами не первый год видимся, и вы прекрасно понимаете и знаете, как я работаю, и о том, что по прессе у меня с ними какие-то стычки были, такого не было никогда. Это не потому, что я ее боюсь, или мне не за что было бы с ней стыкнуться, еще и как было. Вы понимаете, вы зря себя считаете все вместе взятыми, и мы, и те, которые там были, и те, которые писали там на сайте о каком-то журналистском братстве, по поводу того, что они там придут меня бить, отстаивать идею. Я эти скриншоты отдал в суд, а там... Я просто не в курсе просто. Вы понимаете, я подготовил документы, или мы можем еще, я вам эти распечатки сделаю. Хотелось бы просто услышать ответы на вопросы, если можно. Да нет, мы не сомневаемся, в принципе, что... Ни в коем образом не... Ну, распечатать эти фейсбуковские... Один вариант на них на всех, эти самые. Этого хватит. Кавературно было написано... Я не в курсе просто... Как, или что, мне стало смешно. Что вы мне... Вот это вот вся вот... Это даже не журналист. Вот я еще раз говорю, то, что я себя буду говорить, больше рассказываться не буду. Я не беру вас как личностей. Не потому что я боюсь... Как вот установочные данные на меня я вас получил. Провокатор Касьянов сталкивал... Это пишу не я, и не у вас. Это то, что набрано и статей, и материалов... Ну, вот для человека... Я Яндексом пользуюсь, я в курсе, что там... Слава Богу. Вот именно с этой фразой мы в суд еще не побежим. Если будет суд, то давайте какой-то график. Да нет, ну зачем? У меня есть с чем заниматься в этой жизни. Вот. По этому поводу... Я их не считаю не журналистами. Это так, щенки-сопляки. Понимаете? Которые вот собрались здесь, себя называют сейчас вот... Журналистами на НГО, на частично в Мацуки, частично с поссорившимся гармошем и так далее. Так вот. Чем вы меня можете запугать? Чем вы мне можете угрожать? Я солдат советской армии, я служил, я прошел преддесантную подготовку. Я имею 18 прыжков с парашютом, у меня 13,5 лет подземного стажа, я четверых друзей хоронил руками своими. Вы видели, как сидеют мужики за 30 секунд, когда еще ближе, чем вы сидите, друга давят, а ты сделать ничего не можешь, а высота 0,45. Их фудеют, и импотентами от стрессов становятся, и волосы выпадают, и белеют. Я это все прошел, и вы, я прошел оранжевую революцию, и вы, собравшись, вот этот шлоебень, извините меня, и собираетесь меня чем-то напугать? Да вы еще донецкого народа не видели, когда он появился, это что думаете, вот, это журналисты, даже все, а кто вы такие? А чем вы отличаетесь от металлургов, чем вы отличаетесь от шахтеров, от солдат? Что за культ такой сделали, и бегают, носятся? Вот на этой волне и построилась группа поддержки Шейко, которая сидела там в заду. Мы не про Шейко, мы про Анну Иванову. А секундочку, вы же хотите узнать, что там было? Нет, я задал вопрос, мы сами были, то есть, как бы мы спрашивали, вопрос звучит так следующим образом. Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, вы журналистку Анну Иванову называли ли словом чмо, конкретно к ней? И вторая часть, если да, то какой смысл в это слово вы вкладывали? Вот как бы весь вопрос. Ну и все, что я вам сказал правильную, тогда очень коротко, очень коротко. Если вы там были в зале, чего же вы не возмутились и не возбудились, когда вообще весь этот шум начался, знаете, с какой фразы? Когда люди, сидевшие, группа поддержки там, они, знаете, что мне сказали? Жаль, что тебя похоронили только в интернете, а не на живую. Я не слышал такого, что вы не слышали, но меня слышал Саша. Ну, видимо, с другой стороны. Я не знаю, если у Лины Куч есть вообще-то еще честь и достоинство, помимо этого самого дебестишного удостоверения, если оно от нее не отвалилось, точно так же, как у меня, то она это подтвердила. И вот это самое, как у Ивановой. Вот эта вот фраза была произнесена вообще не сбоку припеку, потому что дебаты, если вы там были, мы вели по поводу этого самого. Тем более, что вы прекрасно знаете, что я уже спросил, в каком формате здесь сейчас. Да, вы начали разговор с этой фраза. Она сказала, что пошел круглый стол. А круглый стол у нас, гляньте, подразумевает вопросы и ответы, да. Поэтому, вот нравится кому-то это, не нравится, я Иванову до этого в глаза не видел. Я не знал, что Иванова, это Иванова. Я даже фамилии такой не слышал. Если я знаю Сазонова, знаю вас, ну вас не помню, вы этот самый, ту же Лину Кущи, и все же, все же, я и знаю. Но с какого фига, с какой горы мне вообще эта Иванова сдалась? Если вы были там, вы прекрасно помните, что дебаты я вел с этой стороны. То есть, ну что я вообще, что ли, зверь какой с рогами, опять же, не потому что я боюсь. Ну что мне на нее нападать? Не сложно было бы на нее напасть, нафиг она кому сдалась? Это как пройдиться. Ну, речь не о нападении, это... Ну, извините меня, я иду по названию. Хрякал, напал на журавлистку и сорвал президент. Ну, я такого точно не писал. Ну, почитайте интернет, все это было... Ну, может быть, кто-то и писал, я могу за себя отвечать. Во-первых, пресс-конференции не было, как такой был круглый стол. Я ее не срывал, потому что после того, даже после этой перформансы, которая состоялась, она еще не тот час шла. И с моим участием, и с участием всех остальных, у кого участие и достоинство показывает. Поэтому, когда я вдруг услышал, поворачивается непонятно кто, и начинает мне говорить, а ты, кто такой здесь? Ну, извините меня, меня возмутило, потому что это был единственный аргумент той стороны, потому что, вы же помните, ну, что они это назвали? Ну, я тоже не люблю судей. Ну, ты мне скажи, я вот пошел в суд, подал, так далее. По крайней мере, это профессионально. Не в том понимании профессионализма, который у Ивановой, которая, кстати, вас защищала, по-моему, и тоже завалила. Да нет, она еще не завалила. Она все позаваливала. Лаврова завалила, Верзилова завалила, ну, Иванова тоже. Ну, ладно, это, может, у нее хобби такое. Вот, извините меня, есть логика. Во-первых, можно получить казном материал, и на этом казном материале загонять их по судам. Ну, это классика жанра, это значит, ясельная группа любой юриспрудентского направления. Все, зачем мы это найдем? И вдруг эта девушка такая. Потом, если вы услышали внимательно наши с ней беседы. Я не услышал, что она там себя назвала или нет. Когда я ролик уже просматривал, она назвала, но я был в возбужденном состоянии, и я впервые туда, я даже не услышал. Она так тихо сказала, что мы даже с судьей прислушивались. И там был в суде, назвала или назвала? Я первый сказал, что да, назвала. Но это услышать было невозможно. А сейчас к ней невозможно. Так это все-таки была к ней, да, фраза, или нет? Секунду, вы меня на словах не выгодите. Не, не, я уточняю, чтобы, ну, вы же сами видите, ситуация такая, требующая уточнения. Я и говорю, уже не к ней обращаюсь. Но я согласен с тобой, которая кричала, кто здесь такие. Я согласен с тобой, кто они такие. И далее шло по тексту. Смотрите, я и здесь общаюсь. Я с Ивановой только спросил, кто она такая. Опять же, вот, журналистка, она ничего мне въятного не поняла. То есть Анну Иванову вы чему мне называли? Секунду, я сейчас все скажу. Я уточняю, извините. Я возвращаюсь от стола. Я возвращаюсь от стола, от этого самого. И говорю. Для меня было удивительно. Потому что группа, которая сидела, когда я шел к столу, она сидела и мягкая, она меня галкивалась. Желая мне моих похорон скорейших и так далее. Это Иванова, да? Нет, это не Иванова. Это группа, которая сидела... Все, я понял. Вот в соседней комнате сидит Елена Лучаченко. Она сидела с Ивановой еще ближе, чем мы сейчас с вами. Она сидела с ней только на расстоянии 10 сантиметров. Она тоже должна была сидеть. Для меня тоже было удивительно. И на этом хавре, на этом, она смотрит с удивлением, это на этом же ролике есть. Ирина Лучаченко. И я возвращаюсь сюда, вижу, что на месте всех этих, где только что сидела эта группа, которая меня хоронила, их нет. Там сидит один человек, а они все рассосались и с ними фотографируют. Я ей показываю жестом. Говорю, смотри, непонятно из чьего сидит. А она, вы же внимательно вслушайте, что я говорю, что и судья. Судья им, кстати, предложил, давайте мы сейчас на экспертизу положим, и там будет два А. Та же Иванова сказала, что этого не надо делать. А она спрашивает. Ну, я понимаю, что сейчас модно владеть украинскую мову, английскую, поль, сколько угодно, только не русская. Но в русском языке А она, это разделение. И разделение его в фризологии и так далее. Теперь, я вам сейчас скажу прям вашу телекану. Если бы Иванова этого заслуживала, и если бы у меня было желание сказать относительно Ивановой, или сделать что-то, поверьте мне, а вы поверите, я бы и сказал, и сделаю. Я всей своей жизнью доказывал, что я это могу. Но зачем? Зачем она мне была нужна? Второй факт подтверждения, который почему-то они хотят все это видеть. Я когда сел, Мацокка кричит, извините, спереда Ивановой. Вот, вы же там были, вы же помните мои недоуменные лица. Я вообще не могу понять, а почему Иванова такая? И кто это такая? Я говорю, а кто это такая? Я могу только нахрен послать, я говорю, вас всех вместе взяты. То есть я даже на тот момент не понял, что это она Иванова, и что это то, что я сказал, можно отнести к ней. То есть получается, конкретно Иванову вы не называли? Ну, ваша позиция в том, что... Почему я не называл? Все, вот, ну, как бы, я для себя проясню, чтобы не было разночтений. Как говорится, с мотивировочной частью. Почему я ее не называл? Почему мог бы назвать, но не сделал этого заявления? То есть произошло недоразумение, да? То есть, ну, непонимание, как бы... С моей точки зрения, не было никакого недоразумения. С моей точки зрения, то есть по информации, которой я обладаю, было сознательно разыграно мероприятие, уж не знаю, по наитию или по состоянию души, Мацука, который все это подал, он пришпандерил название о нападении на журналистке, на журналистку и о срыве этой самой, как я понимаю, пресс-инференции. Ну, как... Ну, хотя он не мог не знать, что не было нападения на журналистку, и уж тем более срывает пресс-инференции. Тем более я сел туда потом, и так далее. Все. Ну, вот видите. Но дальше, ты говоришь, как доктор, который сделал операцию пеницинга... Не, дело в том, что пока еще... Ну, вот видите... Александр, извините, но ведь до сих пор, я так думаю, толком комментариев вы не давали. То есть, не потому, чтобы вам хотели или не хотели, просто, видать, журналисты не обращались непосредственно к вам, да? Я вам верю о том, что вы дадите... Нет, я дам все то, как вы сказали. Я не буду вырезать... На цензоре почитайте. Нет, почему на цензоре? Я даю только фактаж, который есть. Фишка такая, что вот это вот я... Последнее интервью дам вам, поэтому так расширен... Хорошо, спасибо. Я больше эту тему с нашей прессой говорить не буду. Ну, тогда уточняю все. Потом просто... Нет, вы сейчас можете задать мне любые вопросы, что касательно этой темы. Вот любые, которые к вам придут, дабы еще упреждают эту ситуацию. Теперь, самое интересное, что в суде, я сказал те же аргументы и написал в отзыве. Именно все это и Иванова, и Иванова все это дело знали. Более того, когда судья рассмотрел все аргументы, убедился, значит, в логике... Там же они рассказывали, мы задавали, мы прошли стадию прений, этот самый, и стали перед вызовом свидетелей. Но тогда было бессмысленно уже вызовать свидетелей, потому что уже даже когда просмотрели все стало понятно. Все становится понятно. Судья, фигура, профессионально самостоятельная, которая, при применении закона и определением закона, принимает единственно верное решение, основываясь на чувстве внутренней убежденности. А вот, поскольку у него такое чувство создается, в этом есть его профессионализм, и его назначают по жизненному сектору. Все. Это возник. И фактически мы вышли на стадию ускоренного рассмотрения вопроса. И когда все эти аргументы взвесили, Иванова, и вторая Иванова пошли, посовещались, и согласились, что вызывать свидетелей бессмысленно. И я согласился. Ведь, извините меня, с моей стороны тоже свидетелей можно было человек 15 привезти, ну 15 не 15, но человек 5-8, хотя я хотел только двух свидетелей, которые стояли рядышком со мной. Вот и все. Но дальше начинается самое интересное. Приезжают Иванова домой, просматривают они этот ролик. Как мне сказали журналисты, которые знали эту информацию, сначала Гармаш хотел пойти в суд вместо Ивановой, выставившись оскорбленным островом. Потом решили, что все-таки его там не было сложно пришпандериться к суду, послали Иванову, то есть нужен был информационный повод. Дело в том, что тот же Мацука, и это есть на этом самом. Буквально через месяца полтора, после Нового года по-моему, сразу опубликовал отчет о финансировании фондом Сороса, он тоже у нас здесь есть, материалы есть. Донецких независимых журналистов, который выиграл Гармаш, и они что-то получили 280 тысяч гривен. И Мацука еще там понятия не имеют. Эту распечатку вы можете выяснить. Вопрос же не в этом. Дело в том, теперь, оказывается, я не знал, что это была газета Остров и Иванова имеется метод такой, а в части, я знаю, что это интернет-издание, а газета Уталышева. Интернет-газета сейчас не важно, я имею в виду Остров Гармаша, который вот так финансируется. А вот теперь мы подходим к тому. О партии УДАР, откуда они получают деньги в инференции, я давал две пресс-конференции, ни одного опровержения, материалы находятся в оперативно-розыскной части МВД и, наверное, даже СБУ. О общественных организациях, которые вошли туда, на партии Фосфоревы, говорили ребята, которые там были. Тоже. Никто не обиделся и не поднялся на чуть-чуть ни шейконе, и много-много-много других. Я профессионально знаю, кем они финансируются, на какой КОЗе стоят, где Британский Совет, где фон Сороса, где СЭСПО, где и так далее, и так далее, и так далее. В моем понимании это части материального обеспечения. Я так воспитывался и служил. Я не буду здесь перед вами юлить глазами и понятия, что я не знаю и других формулировок этого слова. Но это уж как по вкусу, понимаете? Если я вам скажу, например, чайник. Ну да, это имеет несколько смысла. А в моем чайнике чайник это элемент большого нагревания, который кипятком потом шпарит своих врагов. Что, как показывают установочные данные на вас, соответствует полудействительности. Но вы же можете на меня обидеться, потому что в некоторых странах слово чайник имеется что-то. Ну да, лузер там, еще что-то. Ну это же я не так не знаю. Не, но имеется несколько смыслов. А какой вы складывали смысл в это слово, когда произносили? Я так и сказал. Вот это чмо сидит в части материального обеспечения. Я, кстати, об этом и в зале говорю. Только я не расшифровывал всю эту самую фишку. Ну вот теперь все стало на свои места. Вот видите. послать их нахер. Я воспитан в военной логике. Ну прояснить-то надо ситуацию, понимаете ли? Ну мы сейчас будем думать, что мы именно это делаем. То есть я же вам говорю, что ваш комментарий будет целиком и полностью, как вы даете. Вот такая получатся фишка. Причем я это сделал на автомате, даже не вкладывая в тот момент, когда произносил, элементы оскорбления. Если бы не нужно было оскорбить их по этому... Кстати, я так прекрасно владею шахтерской лексикой. Знаете, я проработал на 0,45 на тосту. Я уже рассказывал, в каких ситуациях бывало, и как меня вы сначала возили. Там же, понимаете, живут ужас, чувство ответственности. Ну понятно. Людей держат в таком состоянии, что они не котребляют на себя и так далее. Это, наверное, никто не по ней не обращает. Понятно. Я бы применил, если мне это нужно... Я бы не задумываюсь. То есть, если было бы необходимо, вы бы это сделали. Но в данном случае вы не... Именно это и вкладываю, то, что я и вкладываю. И не потому, что я их боюсь сейчас в вашей видеокамере, что я вот сейчас скажу и так далее. Да пошли, не надо. Вот я вам сейчас скажу. Вот этот жест может тоже вы здесь светиться. Уже собраться всем. И безвесим журналистам. Всем вот я вам передаю скриншоты с Ивановой. Где? О журналистской братье. Кто здесь только нет? И Хрикункова, и Павла. Ну понятно. И Хриканцова. Мы же не взламывали эту страницу. Нет, это же публичная. Это открытая публичная информация. Вот я вам ее открыю. Спасибо. В этой вот звездоте нужно так построиться, вот так, то, что я не говорю. Учить строить. Потом проехаться где-то до Северного, потом так вот направо, потом по кольцу к поезду, сесть с него и к етицкой матери отсюда строим. Понимаете? И что же вы думаете? Мы в этом не поможем? Поможем. Поможем. И будет у меня возможность и лично попрошусь в исполнителей. Даже если мы примем законы и введем военно-полевые суды. Все. Спасибо. Спасибо вам за комментарий. Уточнение все-таки. То есть, ну вот вы сейчас говорили, что это тьма, это часть материального обеспечения. Но тем не менее, вы тоже нам в комментариях. Подождите, сейчас, ну дайте я же вопрос формулирую. Это вы нам уже в комментариях говорили, что вот журналисты, там щенки и так далее, да? То есть, я правильно понимаю, что все-таки вы думаете, что журналисты щенки. Я сказал о том, что молодая поросль, занимаясь провокационными действиями, называя себя журналистами, прикрываясь раздутой, непомерно какой-то исключительностью, которую пытаются наткнуть на журналистов, силы, которые фактически несут в себе национальную, угрозу национальной безопасности, вот эта вот молодая шушера и есть тем, как я их назвал. Вот, которым я и советую построиться, куда так и уехать. Давайте же конкретизировать четко. Если вы опять понасмыкаете цитам. Кого вы это звали? Например, Костя Павлова, он явно не молодой человек. Далеко не молодой. А вы говорите молодой поросль. Костя Павлова. То есть, вы имеете в виду конкретно многих журналистов, которые у вас работают? Алена. Алена. Алена, смотрите, давайте так, потому что будем биться. Я не любитель ходить по судам и так далее. Я вам говорил откровенно все то, что я думаю. И я очень четко разделил. В самом начале откатайте на это и посмотрите. О том, что есть люди, журналисты, которых я не разделяю и не работаю. Кстати, с тем же Костей Павловым, это первый человек, который меня встречал из СИЗО, когда меня увезли с площади Ленина. Он Андрюшин был свидетель во время оранжевой революции, после чего возбудили уголовное дело и я ушел в бега. Я ему за многое догадарен. Но сейчас он стоит на других позициях, я их не разделяю. Но я не перестал его уважать как журналистов. Хотя мы тут немножко с ним поссорились недавно. Но я просто применил ту фразу, они договорились с людьми всех журналистов называть меня Сашей Хе. Вот где встретят Саша Хе. Ну, вы понимаете, Хрякову как ни скажи, Саша Хе, все будут знать, что это Хряков. Но я попробовал в присутствии журналистов и так далее назвать. Просто он мне сам взрослый и сказал, здравствуй, Костя П. Знаете, какой регат стоял там? Как ему было неудобно. Вот перед ним я извиняюсь за это дело. Да, мне не надо было так поступать и больше, я к нему скажу скажу. Тут я был неправ. Вот. И я готов ему поставить бутылку либо принести извинения публично именно за это. Но я применил то, что они хотели сделать ко мне. Поэтому журналисты, типа Павлова, Сазон, хоть я их и не разделяю, вот этот список я вам передал для того, как показать, что Иванова действует технологично, пытается организовать группу для раздутия собственного мнения, для, скажем так, для исполнения своих грантовых потух в плане острова, что потом доказали публикации Мацуки, как они строились и что они предполагали и что они хотели сделать из суда. Извините меня, там ни о каких частях и достоинствах речи не идет. Но, во-первых, она почему-то робко вам не признается, что она хотела получить 22,5 тысячи гривен. Почему она говорит? Она говорит? Я нигде об этом не слышал, значит, значит, это не пишут. Ну, вы знаете, Реночка, смотрите сюда, это уже говорит о непрессионализме и ее защите. Если такие мероприятия приходят, знаете, что нужно делать? Нужно купить в момент, у нее расстройство здоровья, как она говорила, она страдала и так далее. Покупаешь, во-первых, лучше показать этот самый вызов скорой помощи, взять чеки из аптеки, на ерунда, чтобы хоть что-то доказать. Когда судья у нее спросил, почему 22,5? Почему не 22,7? Не 23? Где какой-то расчет? Они бэкали, мэкали, не знали, что сказать. Я просто смеялся, чисто профессионально, что я себя юристом не называю, хотя за моей спиной, и вы же, Донецкая пресса, знаете, что за моей спиной ну, 30 как минимум судебных процессов с 99-го года. А участвовал я в этих судебных процессах, даже сложить не сложить. Кстати, я ни одного не проиграл. Три мировых соглашения, а проиграл я только два суда, это оказалось моей личной. Ну, мне машину там ударили, не смог преломить. Все. Вот такая получается картина. Поэтому вот этих вот людей, которые работают в журналистике, я их не называю тем, кто нужно построиться, а те, которые на журналистике пытаются набрать себе, я бы мог назвать их поименно, не хочу. Лето, мне сейчас спина у Стеха Андроша дарахнул и судеб, честно говоря, этот самый, хочу поехать пролечиться, если время позволит. Мне некогда с ними заниматься, я не хочу играть в их игры. Показывать им, ну, знаете, у меня такое большое желание, такое ощущение, что скоро ко мне вот это не начнут строиться сюда, чтобы я их кем-нибудь назвал, там, ЧМОМ, там, АБВГМОМ или еще такое. Знаете, очень большое желание, желающих очень много. Вот им я и сказал, построиться киетитской матери отсюда из Донецка. А этих ребят, которые здесь, которые сюда включены, я вам показал по поводу того, что пытались сделать из суда и какое шоу там планировалось, возможно, еще будет в апелляции. Вы думаете, я не приду в апелляцию? Приду! Приду и людей привезу. И если мои люди, ну, может быть, не так демократично воспитаны, ловят вам звездюлей там, ну, так получите то, что вы хотите. Александр Михайлович, а если с вашими людьми неприятность случится, что тогда будет? Вы смотрели фильм «Семья знания весны?» Я Штирлица напомнил. Какая неприятность сможет ждать дома? Ну, мало ли. Вдруг окажется кто-то не просто хилым там журналистишкой, а сможет как бы защититься. Какая неприятность может ожидать дома? Я думаю, ничего не боюсь. Я сам человек опытный. Нет, мы говорим о людях, которых вы говорите... Что выводят или что? Не-не-не. Как они его новые? Я не думаю, что... Нет, мы просто с одной темы на другую перескочили плавно. Да, вы перескочили. Да, извините. Одно с другим, потому что коктейль тут неуместен. Значит, еще раз вам говорю, вы спросили, если оттуда кто-то придет, да приходите, сколько хотите. За моей стороной, за моей спиной Родина, за моей стороной спиной люди, реальные. За моей... То есть, они вот эти вот гарантически поведенные, извините меня, бойцы так называемые. Там вот тут Свобода приходила к тому самому книгу, который презентовал Стариков о Сталине. Ну, чего ж не кинулись, не побили Сталика. Ой, там демонстрировали свои такие морды и так далее. Отмашки не было. Не проплатил никто. И гарантию не дал, что милиция не примет. А вот эти вот ребята, которые стояли на этом самом за Украине без Ющенко, мололи их, это самое, а штыр солетело. И так оно и будет. Поэтому не надо, я не вас имею в виду, а тех, кто возможно будет судить, меня пугать, либо что-то как-то это делать. Я сам кого угодно запугаю. И еще раз говорю, я дома, я на своей Родине, за которой служил, работал, готов был воевать и так далее. Вы что думаете, я теперь трусливее стал, что ли? Мы так и говорим. А по поводу теории кирпича, я сам любую теорию могу организовать, если дело идет. А дойдет уж дело до войны, тем более я пойду в апелляцию не драться. Зачем они мне нужны? Я уже сказал. Они одни мне омерзительны, другие скучны, третьи просто неинтересны в сумме. Если бы вы не пришли, у меня было большое желание что-то там ответить, написать в этот самый. Зачем? Зачем? Кому? Что делать? Понятно. Ну раз ваш визит и ваш интерес, тем более если утром подтвердили о том, что вы собираетесь исполнить отношения меня мероприятия, я уж не знаю, как они называются, может человек не понял, может где мне. Нет, речь шла о комментарии. Вы хотите организовать со мной прямую линию онлайн по какому-то...